Как узнать, почему не работает интернет? В этом видео я поделюсь с вами простыми действенными тактиками, как узнать, почему не работает интернет. Итак, поехали! Значит, мы возьмем стандартную схему, что вы находитесь в квартире, вам какой-то провайдер протянул провод до роутера, который стоит где-то в комнате или на входе, в коридоре, а этот роутер раздает Wi-Fi. Или, возможно, от роутера еще идет провод до вашего компьютера. Все сценарии эти посмотрим. Значит, что вообще стоит сделать с самого начала? Еще до того, как узнать, что именно не работает, нужно просто перезагрузить все устройства. Перезагружаем компьютер, смотрим, сработало или нет. Скорее всего, вам не поможет это, интернета все так же не будет. Окей. Но обязательно это делаем в первую очередь. Второе. Перезагружаем роутер. Перезагружаем роутер. Как делаем это? Никакими кнопками снаружи не пользуемся. Именно вынимаем его из розетки, тупо вынимаем из розетки, из питания. Ждем секунд 20, чтобы там сбросились все настройки. Втыкаем заново в розетку. Ждем минуты 3 и смотрим на компьютере. Компьютер тоже можно еще разок перезагрузить. И если интернета все еще нет, то мы знаем, что вот этот базовый метод самых простых действий мы реализовали. Компьютер перезагрузили и подождали. Роутер перезагрузили и подождали. Окей. Теперь нам надо понять, что именно не работает. Не идет провод, не идет по проводу интернет. Или интернет по воздуху не распространяется. Как это сделать? Нам придут на помощь любые наши телефоны. С нашего телефона, планшета, к которому вы подключаетесь по Wi-Fi, пробуйте зайти. Иногда бывают такие случаи, что, например, на компьютере, где у вас интернет по проводу идет от роутера, есть интернет, а на телефоне нет. Это говорит о том, что, возможно, проблемы на телефоне. И, соответственно, тогда решаем их. Или бывает такая проблема, что, например, на телефоне есть интернет, а на компьютере нет. Если вот так случилось, значит, у вас зона Wi-Fi есть, все работает, а на компьютере интернет не проходит по проводу. И мы понимаем, что будем это устранять Тогда тоже разбираемся Но в 99% случаев, если у вас есть интернет хотя бы в телефоне или хотя бы на компьютере от роутера Высок шанс, что все само починится через несколько минут Просто подождите Вот сейчас снимем ситуацию, когда вы все сделали Перезагрузили роутер, перезагрузили компьютер Посмотрели на телефоне И на телефоне Wi-Fi есть, но по нему нет никакого интернета На компьютере нет интернета И вы понимаете, что да, дело тут не в вас Что нужно сделать? Первое, что нужно сделать, это позвонить в техподдержку своему оператору Сейчас почти все, всякие там Beeline, MTS, Roast Telecom Обладают удивительной функцией Они могут послать пингующий сигнал Грубо говоря, они в ваш роутер засылают данные Типа, эй, роутер, прием! И роутер, если он досягаем, он отвечает им в ответ Типа, да, я вас слышу И тогда они видят, что до роутера все доходит нормально А значит, проблема будет между роутером и вашим компьютером Это и есть наша главная цель Вычислить, в чем проблема До роутера она или после роутера И ту и другую проблему будет устранять, вероятно, специальный техник Но вам надо обязательно это понять Потому что, если проблема после роутера То это просто ваши проводки Где-то там пережались Может, разъем вылетел И это, может быть, вы даже сами сделаете Это после роутера Если же до роутера проблема Это значит, что у вас проводок пострадал Где-то в подъезде Или на пути к вашему подъезду Как правило, почти всегда что бывает В подъездах стоит специальный щиток Где есть некий распределитель Он рассылает интернет по проводам В роутеры в этом подъезде Так вот, в этих щитках иногда бывают проблемы Какие? Просто что-то глюкануло И надо перезагрузить У вас к нему доступа нет Провод где-то там чуть-чуть пережался Подыскудался, отошел Надо починить У вас к нему доступа нет Третья причина очень интересная Какой-то другой оператор Например, у вас Beeline А там, например, МТС или Мегафон Они туда залазили Что-то свое настраивали И задели распределитель Beeline, например Или вообще его выключили Потому что злые конкуренты Ну, всякое бывает Опять же, это сможет вычленить И сделать Исправить только ваш специалист Поэтому Вам в роутер, как я сказал Засылают сигнал И смотрят, досягаем он или нет Ваш роутер в вашем коридоре Вот ваш личный Если он не досягаем То значит Проблема точно Внутри подъезда И ее быстро придут решать Другое дело Что если ваш роутер досягаем Это значит, что Тот же там Мегафон видит Что в вашем коридорчике В вашей квартире Роутер работает Все нормально Это уже какие-то ваши личные проблемы Может быть у вас компьютер плохо настроен Или там какие-то настройки сбросились Тут тоже можно вызвать специалиста Но, соответственно По сути Роль МТС Билайн, Мегафона Какого-нибудь там Теледва Заканчивается там, где На роутер Роутер начинает раздавать интернет То есть если придет мастер И покажет Что вот, например На его телефоне С этого роутера Все нормально подключается Работает То у них уже нет других задач Вот они интернет На квартиру раздают Вот тут вам придется Самим стать мастерами Правда, зачастую Вам все равно помогут И все подключат Хотя это не входит в их обязанности Ну и по стандарту России Все это делается бесплатно То есть вызов мастера Замена проводов Ремонтные работы Изыскательские работы По поиску конкретно Вот где что сломалось Это все стоит ноль Это все входит в вашу Абонентскую плату Которая у нас в России Напоминаю копеечная То есть у нас 300 рублей 500 рублей платят люди За интернет в месяц В Америке это примерно 10 тысяч В Дубае Это Ну за такой интернет Как у нас Бесконечный Безлимитный Супербыстрый Это в районе 35-70 тысяч в месяц Вот А у нас Ну конечно У них там есть дешевые Лимитированные тарифы И все такое Но у нас очень выгодно Все бесплатно Все быстро Вот она Хвала Конкуренции Теперь вы знаете Как Узнать Почему не работает интернет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok